Человек, который пьет воду во время еды и сразу после нее отравляет себя самого. Человек и природа находятся в постоянном взаимодействии, и каждый сбой в этом взаимосвязи приводит к нарушению гармонии. Именно эта дисгармония, по мнению японского профессора Кацудзо Ниши, становится причиной человеческих болезней. Человек, являясь частью природы, теряет свое здоровье, когда начинает нарушать ее законы. Как только мы отделяем себя от природного порядка, возникает диссонанс, который выражается в форме болезней. По этой причине, чтобы восстановить здоровье, необходимо вернуть гармонию, стать вновь частью великого природного целого. Кацудзо Ниши считал, что опыт предков несет в себе великое знание о том, как оставаться здоровым. В разных культурах существовали свои способы взаимодействия с природой, которые помогали поддерживать баланс и гармонию с окружающим миром. Вода, как один из основных элементов природы, играла важную роль в жизни человека, и именно с ее помощью можно не только поддерживать здоровье, но и исцелять болезни. Наши предки понимали важность правильного употребления воды. Они знали, когда и сколько ее нужно пить, чтобы оставаться здоровыми, и использовали воду как средство для лечения различных недугов. Современные исследования только подтверждают эту древнюю мудрость. Кацудзо Ниши подчеркивал, что научные открытия XX века лишь укрепляют древние знания о воде, подтверждая ее ключевую роль в жизни человека. Для того, чтобы осознать важность воды для человеческого организма, достаточно вспомнить, что ни один процесс в нашем теле не проходит без ее участия. По мнению Ниши, вода необходима для пищеварения, дыхания и множества других функций организма. Любая клетка, лишенная воды, перестает функционировать и погибает. Вода также отвечает за вывод токсинов и продуктов распада из организма. Поэтому ее дефицит неизбежно приводит к заболеваниям. Каждый день человек должен получать столько жидкости, сколько он ее теряет. Подчеркивал Ниши. В среднем наш организм выделяет около 3 литров воды в сутки, и это количество необходимо восполнять. Вода поступает в организм не только в чистом виде, но и с продуктами питания, такими как фрукты и овощи, которые содержат значительное количество жидкости. Однако важно не только количество выпиваемой воды, но и время ее употребления. Природа подсказывает нам, когда лучше пить воду. Если понаблюдать за дикими животными, можно заметить, что они не пьют во время приема пищи. Сначала животные едят, потом отдыхают, переваривая пищу, и только потом пьют воду. Ниши считал это поведение важным природным законом, который следует соблюдать и человеку. Пить воду во время еды – это ошибка, которая может привести к проблемам со здоровьем. Последствия неправильного употребления воды. Когда человек пьет воду во время еды, пища плохо обрабатывается слюной, говорил Ниши. Слюна содержит щелочь, которая важна для первичного расщепления пищи. Если запивать еду водой, она разбавляет желудочный сок, что снижает его способность переваривать пищу. В результате пища начинает разлагаться и превращается в токсины, которые распространяются по всему организму через кровь. Чтобы избежать этого, Ниши рекомендовал пить воду утром после пробуждения, но перед этим следует обязательно прополоскать рот. В течение дня лучше пить воду за 20 минут до еды и через 2 часа после приема пищи. Важен не только правильный режим питья, но и выбор воды. Ниши советовал отдавать предпочтение природной, не кипяченой воде. Если ее качество вызывает сомнения, в воду можно добавить чайную ложку яблочного уксуса или сока лимона. Это очищает воду от микроорганизмов и делает ее более полезной для организма. Особое внимание Ниши уделял талой воде. Он считал ее особой жидкостью, обладающей уникальными свойствами. Употребление талой воды способствует очищению организма, омолаживанию клеток и насыщению их энергией. Ниши говорил, что талая вода дарит человеку вторую жизнь. По его мнению, регулярное употребление талой воды может значительно улучшить здоровье и даже исцелить от тяжелых заболеваний. Талая вода особенно полезна для очистки пищеварительного тракта, утверждал Ниши. Для этого в течение 7 дней нужно пить 20 мл талой воды раз в сутки, затем сделать перерыв на 7 дней и повторить курс. После этого необходимо сделать перерыв на месяц или два. Древние предания и современные исследования сходятся в том, что вода обладает памятью и может хранить информацию. Все, что содержит вода, поступая в наш организм, распространяется по всем жидкостям тела. В Японии существует традиция произносить благодарности или пожелания перед тем, как выпить воду. Например, можно сказать, чтобы сердце работало хорошо или чтобы кожа стала сияющей. Таким образом, человек передает воде позитивные намерения, которые затем передаются его организму. Ниши предупреждал, что пить воду в состоянии раздражения или тревоги вредно для здоровья. Вода, воспринимая негативные эмоции, усиливает их воздействие на организм. Поэтому перед тем, как утолить жажду, он рекомендовал выполнить простое упражнение для очищения от негативных эмоций. Нужно встать прямо, расслабить руки, сделать глубокий вдох и на выдохе сжать руку в кулак, представляя, что все тревоги и негативные мысли сконцентрированы в кулаке в виде песка. Затем, разжать руку и мысленно стряхнуть этот песок. Ниши также говорил о древних практиках водолечения, которые использовали целители из Нахари. Вода, по его мнению, может исцелять даже самые серьезные болезни, если правильно использовать ее свойства. Одним из известных приверженцев водолечения был священник Себастьян Кнейб, а в России выдающийся ученый В. Каминский внес значительный вклад в развитие этого метода. Ниши описывал технику, с помощью которой можно не только улучшить состояние внутренних органов, но и избавиться от стресса и тревоги. Для этого необходимо лечь на ровную поверхность, закрыть глаза и постепенно напрягать и расслаблять мышцы всего тела. В конце следует представить, что вас омывают теплые волны, растворяющие все напряжение и страхи. Таким образом, вода в системе Ниши выступает не только как источник физического здоровья, но и как средство для духовного очищения и восстановления внутренней гармонии. Вода — это не просто жидкость, которую мы пьем каждый день, это настоящая живая субстанция, которая оказывает огромное влияние на наше здоровье и даже на состояние планеты. И сегодня я расскажу вам об одной очень интересной теории, принадлежащей австрийскому ученому Виктору Шаубергеру. Итак, Виктор Шаубергер был не просто ученым, но еще и настоящим природным философом. Он верил, что все в природе связано и что вода — это один из ключевых элементов, который поддерживает жизнь. Шаубергер наблюдал за природными явлениями, за тем, как текут реки, как движется вода в ручьях, и сделал несколько очень интересных открытий. По его мнению, вода — это не просто химическое соединение из водорода и кислорода, а нечто гораздо более сложное, обладающее энергией и способностью поддерживать жизненные процессы. Основной момент, который выделял Шаубергер, — это различие между так называемой «живой» и «мертвой» водой. Вы, наверное, слышали такие термины, но не задумывались, что они могут значить. Живая вода, по его мнению, — это та вода, которая течет в естественных условиях, в реках, ручьях, источниках. Она сохраняет свою природную структуру, свою энергию, и именно такая вода способна очищать организм, помогать нам быть здоровыми и активными. А вот «мертвая» вода — это та, которая прошла через фильтры, трубы, системы обработки. Эта вода теряет свою природную силу, свою структуру и становится практически инертной. По мнению Шаубергера, потребление такой воды не только не приносит пользы, но даже может наносить вред организму. Здесь стоит остановиться подробнее на том, что именно подразумевал Шаубергер под структурой воды. Представьте, что вода в природе движется по спирали, образуя вихревые потоки. Этот спиральный принцип он считал ключевым для поддержания энергии воды. Именно благодаря этому вихревому движению вода очищает себя, сохраняет свою энергию и остаётся живой. Шаубергер даже разработал специальные устройства, которые имитировали это спиральное движение, помогая восстановить природные свойства воды после её обработки. Но давайте вернёмся к теме здоровья. Виктор Шаубергер считал, что если мы пьём правильно структурированную воду, которая сохранила свою природную энергию, это может значительно улучшить наше здоровье. Такая вода способствует правильному обмену веществ, помогает клеткам лучше функционировать и выводить токсины. По сути, мы даём своему организму именно ту энергию, которая ему необходима. Ещё один важный момент, на который обращал внимание Шаубергер, это температура воды. Он заметил, что холодная вода, которая течёт в природных условиях, сохраняет свои целебные свойства. А вот тёплая вода, особенно кипяченая, теряет свою структуру. Поэтому он рекомендовал пить прохладную природную воду, которая сохраняет свою энергию и чистоту. Но Шаубергер не ограничивался только вопросами здоровья. Он считал, что вода – это не просто ресурс, который можно бездумно использовать. Он говорил, что нарушение естественных процессов водного кругооборота в природе приводит к разрушению экосистем и, в конечном итоге, к ухудшению здоровья людей. По его мнению, человечество наносит себе вред, когда загрязняет водоёмы, изменяет русла рек и лишает воду её природной силы. Именно поэтому он предложил целый ряд экологически чистых решений для использования воды, основанных на её природных свойствах. Шаубергер разработал систему управления водными ресурсами, которые использовали тот самый принцип вихревого движения, помогая сохранять воду чистой и энергетически насыщенной. Интересно, что несмотря на то, что его идеи казались многим слишком необычными и нетрадиционными, они оказали огромное влияние на современные исследования. Сегодня учёные всё больше внимания уделяют качеству воды и её роли в поддержании здоровья. Мы знаем, что структурированная вода, которая сохраняет свою природную форму, действительно может положительно влиять на организм. А исследования того, как вода сохраняет информацию, продолжают набирать обороты. Так что, друзья, когда вы в следующий раз будете пить воду, вспомните теорию Виктора Шаубергера. Возможно, это заставит вас взглянуть на обычный стакан воды по-новому. Ведь вода – это не просто способ утолить жажду, но и источник энергии, здоровья и гармонии с природой. Спасибо, что были с нами сегодня. Надеюсь, вам было интересно узнать о теориях Кацудзо Ниши и Виктора Шаубергера, и это заставит вас задуматься о том, какую воду вы пьёте каждый день. Оставайтесь с нами в следующих выпусках, мы продолжим открывать для вас удивительные тайны природы и здоровья.